Россияне теперь не будут платить комиссию, оплачивая штрафы через СПБ, а Роскомнадзор обяжет блогеров выйти на свет. Мы собрали важные изменения, которые вступают в силу уже сегодня, 1 ноября. Некоторые из них касаются каждого. Подробности в следующем материале. Отмена комиссии за переводы через систему быстрых платежей. Переплачивать за то, что переводите деньги в пользу государства по СБП, больше не придется. С сегодняшнего дня банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы через систему быстрых платежей, если люди оплачивают штрафы, налоги, услуги детских садов, кружков и секций. Больше не нужно подтверждать поверку счетчиков на воду. То есть вызвали специалиста, он все сделал, внес данные в электронную систему, и вам нести документы в управляющую компанию или ТСЖ не нужно. Эта самая система работает уже пару лет, но многие по старинке просят жильцов занести бумажку. Так вот, с 1 ноября вступает в силу новый ГОСТ, по которому данные передаются автоматически. Более того, если, как это часто бывает, забыли про счетчики и стали приходить в платежках цифры по нормативу, то делайте поверку, система обновляет данные и вам сделают перерасчет. Анонимные сообщения в мессенджерах запретят. Еще один шаг в борьбе с мошенниками. Мессенджеры обязали контролировать анонимные рассылки. Если человек не дал согласия, то сообщения от незнакомцев до него не дойдут. Правда, есть несколько «но». Во-первых, не все станут пользоваться этой функцией, боясь пропустить важное сообщение. А во-вторых, многие мессенджеры зарегистрированы не в России. Тот же Телеграм или Ватсап. Так что сказать, будут ли они соблюдать новые правила, сложно. Новые правила для блогеров. Блогеры, у кого больше 10 тысяч подписчиков, теперь должны рассказать о себе Роскомнадзору. Нужны минимальные сведения, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты создателя и администратора страницы. Передать их можно даже через госуслуги. Анонимные каналы не будут блокировать как минимум до января. Но те, кого не будет в реестре, не смогут размещать у себя рекламу, собирать пожертвования, а подписчики не смогут делать репосты.